Вы себе нравитесь? Я себе? Ну это как понимать? Ну внешне. Внешне? Ну я могу сказать одно, что я не дурна. Это я уверенно могу говорить. Тамара Владимировна Быкова. Год рождения 1958-й. Образование высшее. Ростовский педагогический институт. И два курса факультета журналистики. Место рождения – город Азов. Ой, мамуля, как дела? Как дела? Поднялась, ноги болят, все болит. Да? Мам, может лекарство какое купить нужно? Да не надо ничего мне. Да? Вот-то пойду к врачу. Ну что вы там делаете? Как тебе дела? Ой, мам, давай как всегда, что ж мы делаем? Нет, я сейчас в Вильнюсе. Тамара, а вы делитесь с родителями своими заботами, рассказываете им о своих неприятностях? Понимаете, я, в общем-то, стараюсь не беспокоить своих родителей, потому что они мне все, что они могли для меня сделать, они сделали. Они самое основное, что они воспитали меня, это главное. В общем-то, в какой-то мере формировался мой характер благодаря им. Самое основное в жизни, что они мне дали, это, соответственно, смотреть на жизнь реально, всегда ценить правду и трудолюбие. Тамара Быкова – заслуженный мастер спорта, чемпионка и рекордсменка страны, Европы и мира по прыжкам в высоту. Впервые мы встретились с Быковой в Вильнюсе. Сюда, по традиции, каждый год приезжают на зимние сборы лучшие прыгуны страны. Итак, Вильнюс, 12 января 1984 года, кафе Нейринга. Мы ожидали, что Тамара расскажет нам о себе, а она начала говорить о Любке, подружке, с которой училась в школе. И что, Любка? Любка была настолько талантлива, что она и тренироваться ей не нужна была. Она просто бегала, и все. Бегала, потому что ей нравилось. Вот какие у нас таланты на Дону бывают. Она только начала заниматься спортом, представьте, побила все рекорды не только города, но и области. Я вот до сих пор смотрю на наших великих спортсменов, которые здесь бывают в сборной, выиграют вот эти все чемпионаты мира. Подобных нет. Талантливую Любку пригласили учиться в ростовский спортинтернат. И хоть сама она не стала знаменитой спортсменкой, благодаря ей пришла в интернат другая девочка. Прихожу в интернат к директору, был такой у нас товарищ, встречает он меня и спрашивает, что вы умеете делать? Я стою, думаю, наверное, говорю, у меня получается высота. Он говорит, ну если у вас получаются прыжки в высоту, тогда идите, сейчас придет тренер с тренировки, посмотрит вас. Если вы ему понравитесь, он тогда вас приведет. Я стою, думаю, и высота получается, и бегаю еще. А он мне говорит, ну если вы хотите бегать, то придите через месяц, потому что тренер по бегу у нас в отпуске. Я стою, думаю, нет, лучше буду прыгать тогда. И ушла, познакомилась с тренером, стала сдавать нормативы. Соответственно, все было не на уровне. Когда он мне попросил сделать мостик, я ему такой мост изобразила в виде железобетонного, потому что гибкости совершенно никакой. Попросил сделать шпагат, изобразила ему тоже что-то в виде разножки. В общем, могу сказать, что единственное, что было, это рост и худоба. Худая была, трудно. Трудно передать просто. Скажите, а сколько же вам было лет, когда вы поступали в интернат? Ну, где-то около, между 15 и 16. Это ближе к 16. А в это же время у вашей главной конкурентки Мейфорд какой был результат? В 16 лет она уже имела олимпийскую медаль в Мюнхене с результатом 1,92 метра. Так что единственное, что я могла, это читать газеты и смотреть на ее фотографию, как она улыбается и держит золото. От тех фотографий, где был запечатлен олимпийский триумф Мейфорд, до этого снимка, где Тамара стоит с ней на одном пьедестале почета, лежит путь длиною в 12 лет. Дорога к спортивным вершинам не бывает легкая. Но трудностей, пережитых Тамарой, с лихвой хватило бы на несколько спортивных биографий. Скажем только, что за пять лет у нее поменялось восемь тренеров. И эта чехарда продолжалась до 78-го года, до той поры, пока она не встретилась с Евгением Петровичем Загорулько. Он спросил, как высоко ты хочешь прыгать? Она назвала цифру 185 сантиметров. В то время эта высота гарантировала ей место в тройке призеров на чемпионате страны. О лидерстве она еще не помышляла. Еще ступню вперед. Куда вперед? Еще ступню вперед. После первой же тренировки он сказал ей, что мечта о 185 сантиметрах едва ли осуществима. Селенок маловато, хромая техника и ростом невелика. Мейфорд почти на целую голову вышел. Все же он взялся работать с ней, и она пошла за ним, и произошло чудо. Вы говорите чудо. Трудно сказать. По одной причине, что, я же говорю, мы работали с ним с 79-го года и по 81-й год до Кубка мира. У нас ведь столько было передряг, а он мне начинает говорить одно упражнение, я его спрашиваю, а почему? Вы мне объясните. Он, соответственно, начинал нервничать, потому что он из тех людей, которые на тренировках, если ты пришел на тренировку, ты должен ему полностью верить, должен делать то, что он тебе говорит. И мой характер, я начинала поставить против этого террора, как это так. И, в общем-то, получилось так, что уходили со стадиона или я, или он. Зачем здесь широкий шаг? Зачем широкий шаг? Здесь подобрать, подобрать концовку для высоты, которую ты делала. А ты там бежала нормально, а здесь ноги сзади остались. Это 20 секунд, 21 на. Ну, я старалась, в общем-то, чтобы ноги... Ну, зачем тебе надо возить, бежать так вот, на ногах сидеть? Ну, я и пыталась. Ну, пыталась, пыталась. Я-то не упиралась вообще, спокойно бежала. Ну, надо подобрать, если спокойно бежишь, надо подобрать ноги. Ну, что, товарищ Закоролько, может, вы мне скажете два слова? Извините за грубость. Теперь ясно, что в тех спорах зарождался нынешний успех. Но прежние руководители сборной не верили в Быкову. Они считали, что она не способна показывать результаты высокого международного класса, что ей не место в первой команде страны, и что ее тренеру следовало бы обратить внимание на более способных и перспективных учениц. Начал говорить, как это так? Он в меня верил. Верил в то, что я могу высоко прыгать. Он видел во мне спортсменку, а другие никто не верили и не видели. И все же главную задачу на том этапе они выполнили. Тамара добилась права выступать на Олимпиаде в Москве. Стала участницей незабываемого спортивного праздника. Однако радость была недолгой. Бесчисленные отборочные соревнования так измотали спортсменку, что на главный старт сил у нее уже не хватило. На скромной высоте она выбыла из борьбы. А в секторе для прыжков царила великолепная итальянка Сара Симеони. Симеоне в тот вечер удавалось все. Она прыгала без ошибок. И вот, наконец, последний прыжок, принесший ей олимпийское золото. Впоследствии Тамара напишет с горечью. Я стояла у ограждения сектора и смотрела на Симеоне. И не было у меня на душе ничего, кроме опустошенности и усталости. Вот так воспоминаниями об Олимпиаде закончился наш первый разговор. Через день мы условились встретиться снова. Вильнюс, 14 января, художественный салон. Ну а вы спокойно смотрите на живопись, ничего не испытываете. На это спокойно. А вот на Тропинина нет или на Левитара. Я не знаю, мне, например, очень нравится картина Ван Гога «Сеятель». Там столько света, столько солнца. Смотришь, прям действительно зажигаешься. Тамара, а вообще в искусстве вы больше любите светлое или грустное? Я? А это в зависимости от настроения. Как светлое, как грустное. Мне нравятся яркие краски и спокойные. Ну, в общем-то, наверное, больше спокойно. Мягкие. Ну, вообще, по натуре-то, по-моему, человек довольно веселый и жизнерадостный, так мне казалось. Во всем случае, вы постоянно улыбаетесь в секторе, прыгнули, не взяли высоту, все равно улыбаетесь. Это что вообще? Ну, я, например, не представляю, чтобы я не взяла высоту, улыбалась. Это вы, наверное, немножечко преувеличиваете. Ну, вообще, улыбка у вас постоянно бывает в момент соревнования. Я обратил на это внимание. Что это психологическое давление на соперниц, может быть? Нет, просто мне нравится соревноваться. Нравится сама атмосфера, которая меня окружает. Я получаю удовольствие. А когда человеку что-то нравится, он, наверное, действительно поднимается настроение. Я хочу улыбаться, да? Я хочу все улыбаться. Вильнюс, 15 января. Легкоатлетический манеж за два часа до открытия соревнований на Кубок Вильнюса. Тамара, а вы перед соревнованиями тоже макияж наводите, да? Макияж? Да. Ну, в общем-то, да. Бывает довольно-таки часто. Потому что для того, чтобы выходить в сектор, нужно не только высоко прыгать, нужно быть и красивым. Для того, чтобы нравиться зрителям. Соревнования в Вильнюсе Тамара проиграла. Нам очень хотелось исправить ей настроение. Ну, поговорить о чем-нибудь далеком от спорта. И мы снова встретились с ней в ее любимом кафе. Ну, а в любовь с первого взгляда вы верите? Верю. Был у меня такой случай. Однажды прихожу на вокзал, ехала где-куда я, в Каунас ехала. Смотрю, такой парень красивый-красивый, высокий, стройный. Я сразу и рот открыла. Идет с бабушкой. А как раз еду в Каунас, думаю, да. Ну, где уж там, две разные республики, тем более спорт. Куда тебя еще забросят, не знаешь. Видишь, я такая расстроенная, вошла в поезд, думаю, все. Сижу, думаю, ах, какой красавец. Затем где-то в два часа ночи из Минска приехали в Каунас. Захожу на перрон, смотрю, встречаю знакомого. А там спортсмены как раз приехали на соревнования. Смотрю, он стоит. Я думаю, вот это да, это вообще фортуна, представляете. Уже все, уже забыла, уже расстроилась. И представьте, что получилось. Все было хорошо до того момента, пока он не начал говорить. Когда же он начал говорить, мне вся любовь прошла. Левая в кулак, рука. Хорошо, бедро, 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 вперед. Побыстрее, побыстрее, побыстрее. Молоти, 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 молоти. Сколько же надо было молотить, чтобы шагнуть из середняков в лидеры. А кто знает, сколько было пролито слез, пережито сомнений и обид. Только она и ее тренер. К счастью, усилия оказались не напрасными. Через полтора года после Олимпиады она, выигрывая зимний чемпионат Европы, побеждает на всемирных студенческих играх. В ее активе уже несколько прыжков на два метра. И вот, наконец, главный старт сезона. Первый чемпионат мира по легкой атлетике. В высоту в метр девяносто семь я вновь прыгаю с первой попытки. Мои соперницы Мейфорд со второй, Риттер с третьей. Уносят на носилках Симеоне. Неудачно оттолкнувшись, она повредила ногу. И в этот момент Мейфорд прыгает в высоту метр девяносто девять с первой попытки. Я выхожу так же в сектор, настраиваюсь, начинаю прыгать. Но когда я разбегаюсь, отталкиваюсь в тишине, представляете, которая была, все ожидали, все даже не дышали, зрители. Вдруг раздается такой крик, такой адский крик, что душераздирающий просто. И, соответственно, видно где-то во время взлета моего над планкой у меня сработал рефлекс самосохранения. И планка падает. Я сижу и думаю, это же нужно, вот все соревнования лидировать. И вдруг какая-то оплощность, одна попытка, которая практически почти решила все. Эта выходка зрителя едва не обернулась для Тамары поражением. Впервые в этих соревнованиях Мейфорд вышла в лидеры. Однако нервы не подвели Быкову. Со второй попытки Тамара взяла высоту. Борьба обострилась до предела. И когда поставили высоту 2 метра 1 сантиметр, здесь видно уже не выдержала Ульрика. Она сбивает первую попытку и предоставляет мне шанс прыгать. И когда я стою, я думаю, уже не повторится. Если он даже закричит, этот человек, все равно ему это не поможет. И все, что я собрала, весь этот комок нервов, всю свою силу, всю свою волю, я выложила в свой толчок. И когда я перелетела эту планку, я чувствую, что она стоит. Я вскакиваю и смотрю, представляете, она действительно стоит. Давайте еще раз посмотрим, как это было. Есть! 201 сантиметр и титул первой чемпионки мира по прыжкам в высоту. А спустя полмесяца на соревнованиях в итальянском городе Пизе Тамара Быкова устанавливает феноменальный мировой рекорд для женщин. Под проливным дождем она берет высоту 2 метра 4 сантиметра. Но вернемся к нашей хронологии. 20 января. Поезд. Вильнюс. Ленинград. Вы вообще свои победы забываете быстро или помните их долго? Как вы относитесь к победам? Понимаете, спорт это трудно даже передать. Сегодня ты победил, если ты расслабился, завтра ты проиграешь. Поэтому победы. Что такое победа? Это миг. Миг в тот момент, когда ты преодолеваешь какую-то высоту, может быть рекордную. Но на следующий день ты приходишь в пустой манеж, где прошли соревнования, пустые трибуны, те же тренировки, те же разговоры с тренером. Когда он тебя начинает учить, и когда не всегда все получается, и ты горько сидишь и думаешь о том, зачем ты пришел в этот спорт. Так что все это. Спорт это миг. 22 января. Ленинград. Зимний стадион. Соревнование памяти Виктора Ильича Алексеева, выдающегося советского тренера, основателя первой в стране детской спортивной школы. Тамара должна была принять участие в этих соревнованиях, и все ожидали, что она прыгнет высоко. Однако в секторе для прыжков мы Тамару не увидели. Она наблюдала за соревнованиями с трибун. Что произошло? Жень, почему он не поставил Тамару? Только из-за ее собственного нарушения, можно сказать, спортивной дисциплины. Спортивной дисциплины. Это педагогические действия, направленные против Тамары, они необходимы были сегодня. Ну хорошо, а точнее все-таки любопытно. Поправилась. Поправилась чердовка. Она, по-моему, была очень расстроена сегодня. Это очень не скажешь, она была слишком расстроена. Но сам тоже расстроен, наверное, да? У нас такая работа. И тут нам вспомнился разговор, который мы вели с Тамарой по дороге из Вильнюса в Ленинград. Пейте чай. Худею. Придется немножко урезать. Отказать себе в чае. Не только в шоколадных конфетах. Ну слушай, ну тогда хоть рецепт найти. Как похудеть вообще полному человеку? Полному человеку? Ну, американские журналы пишут, не есть мучного, не есть сладкого. Я могу предложить только единственное, что не есть вообще. Единственный верный способ. А вы вообще поесть любите, да? Обожаю. Люблю очень шоколад. Люблю пирог Наполеон. И вообще люблю пирожные. И все люблю. Все, что вкусно, все люблю. А вы что, не любите? Как вы относитесь к этому? Люблю. Во всем приходится себе отказывать, да? Да нет, почему? Иногда расслабишься, плюс 2-3 килограмма лишних. И на весы. Все тренировки начинаются с того, что тебя ставят на весы. Потом говорят, Быкова, или занимайся спортом, или кушай сладости. Вот приходится выбирать из двух зол одно. А в данный момент спортом. Короткая справка. При росте 178 сантиметров, Тамара, по мнению тренера, должна весить не больше 56 килограммов. Скажите, ведь вы же будущий журналист. Вот любопытно, какой бы вы, журналист Тамара Быкова, задали бы вопрос спортсменке Тамаре Быковой? Я? Спортсменке? Я бы ее спросила. Когда вы, Тамара Быкова, в конце концов сдадите свои хвосты в университете? И не пора ли вас оттуда выгнать? А хвосток накопилось достаточно, да? Ну, не то, чтобы достаточно, но прилично. Бывает так, что хвост завязнет, грибу вытащишь, да? Грибу вытащишь, хвост завязнет. Вот и все. Москва, 4 февраля, дом моды на проспекте Мира. Здесь два раза в неделю показывает свои работы известный московский художник-модельер Вячеслав Зайцев. Это целый спектакль, своеобразный балет, что ли, в модных одеждах. Тамара пришла сюда не из праздного любопытства. Она решила взять интервью у Зайцева, чтобы выполнить курсовую работу. Сделать учебный радиоочерк о человеке редкой профессии. Мне хотелось бы узнать поподробнее о вашем доме модели, о ваших манекенщицах. Дело в том, что подбор манекенщиц – это очень серьезное дело, и ребят, и девочек. Помимо того, что они должны быть все минимум метр семьдесят шесть до метр восемьдесят. И самое главное, здесь они должны быть как бы безымянны. Они не говорят. Они только несут идею и художника, и балетмейстера. То есть они являются безмолвными такими носителями идеи. Я посмотрела, насколько они стройны, насколько они прекрасно выглядят в таких замечательных платьях, таких замечательных костюмах. И хотелось бы, как спортсменке, спросить у вас совета, как им удается держать себя в такой прекрасной форме. Гоняюсь с утра до вечера. Неужели, как это у вас получается? Ну как? Уж вы меня спрашиваете, как у меня получается. Как вам удается держать вес? Ну мне это настолько трудно, что... Потому что вы в данном случае уникальны с точки зрения манекенщицы. Очень важно не иметь яркую какую-то внешность, такую красивую. Потому что будут всегда смотреть на красивое лицо, на красивую грудь, красивые бедра. А женщина должна быть как вешалка. Ой, боже мой. А чего вы говорите? Ну это такое, ну это закон моды. Вы пропагандируете женскую красоту, вдруг такое говорите? Нет, нет, я пропагандирую женскую красоту за пределами театра моды. Рубоко приседаешь. Вот так. Видишь, говорит, батька грузит, а я отвожу. Хорошо. Короткая справка. Штанга, с которой занимается Тамара, весит ровно 100 килограммов. Молодец, молодец. Хватит, 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 все. Никаких вопросов. С пятого шага, с пятого прибавь немножко. Ты начинаешь плавно ходить. Прямо рваней отсюда с пятого, подработай ногами. И может, тогда здесь пробьешь. Тамара готовилась к поездке в Америку. Ее персонально пригласили принять участие в открытом первенстве США по легкой атлетике. Подставка, правая подставка. И левая нет. Правая захват, прямо в воздухе захват. Тамара нервничала. Они с тренером решили увеличить разбег. Более длинный разбег должен повысить скорость. А скорость, по идее, должна добавить несколько сантиметров высоты. И вот с этим новым разбегом дело как раз у нее и не клеилось. Тамара полагает, что борьба за мировое первенство в ближайшее время развернется на высоте где-то 2.05. И надо быть готовой именно к этому результату. Отступать некуда. Вариантов нет. Если так не прыгнет она, прыгнет другая. Москва, 9 февраля, Ленинградское шоссе. Интервью за 2 часа до отлета за океан. Тамара, ну а честно говоря, собираетесь за 2 метра прыгнуть? Ну конечно. Готовы? Откажу. Для чего и нету. Для того, чтобы прыгать 2 метра и выше. Как получится, не знаю. Ну вот если на каком-нибудь там официальном банкете в Америке вам предложат произнести тост, о чем вы это скажете? Ну самое основное, я наверное бы сказала, это прежде всего замер на земле, это первое. А про себя подумаю, чтобы все женщины на земле были счастливы за наше чисто женское счастье. Этот кубок был вручен Тамаре Быковой 24 февраля в Нью-Йорке. Где она, взяв двухметровую высоту, стала чемпионкой Соединенных Штатов Америки. Город Азов, 5 марта. Вот когда вы к родителям в Азов приезжаете, вы сообщаете им заранее о своем приезде? Всегда приезжаю неожиданно. Понимаете, подхожу к дому, сердце замирает, потому что я знаю, что они каждую минуту, каждый час от меня ждут. И когда я ухожу в дом, просто радость какая-то сдержанная. Мне трудно, конечно, я тоже стараюсь себя держать так-то немножечко в руках, но я просто не сдерживаю себя, я обязательно... Ну, трудно передать, ну, этим все это рассказать, все свои переживания. Первое, что я делаю, это бросаю себя с шеи и начинаю целовать. Мамечка! Некоторые психологи утверждают, что победители – это люди особого склада. Победители всегда встают по утрам счастливыми. Они предвкушают впереди великий день. Победитель внушает себе. Сегодня у меня было все хорошо, завтра будет еще лучше. Вы ощущаете в себе это победительное начало? Не ощущаю. По утрам я не встаю счастливая и не думаю о том, что у меня все прекрасно. Все же вы необыкновенная женщина, Тамара. Я? Я обыкновенный человек. Согласитесь, что не всякая обыкновенная женщина может прыгнуть выше собственной головы. Выше собственной головы? Как вам это удается, да? С разбега. Тамара Владимировна Быкова. Заслуженный мастер спорта, чемпионка и рекордсменка Европы и мира. Член олимпийской команды нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok